Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешен. В шесть часов сестра проверяет из одного, как у нас земля. Номер 239. События дня. 1 Петра 4, 7, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок всему конец. За 7 августа 2016 года. Вы дальше читайте сами. Просит распространить по интернету вот об этом человеке, о Дворкине. Можете затормозить, если нужно, и себе вот это пометить. Клятвенно связанный с США наркоман Хип Петворкин. И дальше все его данные. Это надо обольщать. Так какие деньги должны были заложить на это? Чтобы 20 лет голову морочить людей и натравлить друг на друга. И поддерживали вплоть до патриарха все его. Образуют Иринея Леонского, тут Новосибирские, где-то клеветнические свои отделы. Богопротивными речами. Главный сектовед. Такой специальности-то нет. Враг, затесавшийся в число граждан России. Выставляющий христианство в дурном свете. Я его никогда не слышал. Первый раз только коснулся на его, где он выступает. Я сразу сказал, что это чужой человек. Он неверующий. Может, масон не первой степени посвящения. Еще много Воробьевский говорит. И неизвестно, кто он тоже сам. Занимается созданием и распространением злобных слухов. Это вот то, с миссионерскими отделами связано. Это вот все. Все они занимаются этим. Им отравлено, им разрешается бить окна, как Смирнов Дмитрий призывает. Вот эта работа Скоротовских, Додиных. Это слуги не Божьи. Сплетен. Каймеровский там отдел что-то знает. Похоже на кедры там. Бесовщина. Чертовщина на просторах России. Ни подкрепленные, ничем нет. Липовый профессор, шарлатан. И вот что митрополит Антоний Храповицкий говорит о русском народе. Себе тормозните, чтобы прочитать можно. Я дальше иду. Алексей Куракин. Больше ничего там писать не хочу. И отвечать на них комментарии тоже не желаю. Я много писал о Скоротовском из Америки, из Филадельфии. А сатанелые просто в злобе. То есть, видимо, похулили Духа Святого, там Дудин. И они уже не могут ни удержаться, ни себе отчета не дают, что они делают. И они нападают на кто со мной переписывается, чтобы их увести. То есть, с сынами гиенны делают, море и сушу обходят. А сами ничего не делают нигде. Переполненные злобой. Семь злейших вселяется в таких людей. Лучше бы не познать пути и правды. Находят не занятые. С тем и с другим разговаривали, переписывались. И вдруг, что там внутреннее. То есть, невместимость света в это царство тьмы. И вот он говорит, впереди большой-большой там материал был. Я его упускаю и дальше говорит, пусть все останется как есть. Бог им судья. Одно время общался со Скуратовским Виктором из Америки. Город Филадеевия. Вот это надо запомнить будет. Это исключительно злобный. Просто страшно же сказать. Подобие какой-то нечеловеческой злобы. Запомните его. Из баптистов, якобы, пришел. В священнике рвется. Ну, вот как плоды этого Дворкина. Это он плодит их таких. И я узнаю его почерк и манеру общения. Думаю, что ответил это именно мне он. А одно время он мне покоя не давал. И все время говорил о вас. Я из-за этого больше в скайп не выходил. Ну, говорил, так ты его запри в черный список. Да и все. Сейчас вроде пока все поутихло. Пока больше ко мне не лезет. Поначалу ко мне лезет отец Сергий Дудин. Это город Северск. Из города Томска. Потом он передал меня Скуратовскому. Передал. Понимаете как. Там Самсонов. По делам. Сейчас они миссии какой-то. Они никакого отношения-то не имеют к миссии. Даже понятия не имеют. Обман. Сплошной обман. Лютый обман. И Дудин перестал мне писать. С Дудин. Ну, на 9 роликов. 9. Это не игрушка была. Хорошие ролики. И вдруг как осатанел. По всем давай рыскать по интернету. Зламывать. Просить. Жаловаться. Выйдем и в администрацию. Даже в Германию. На Валентину. Сортисон вышел. И у ней там все это уничтожать. Но наши с тобой беседы были. Все хорошее. То есть неверующие. Они не верят, что это перед Богом все записано. Дельцы от религии. Дельцы. Это патриаршие волки. Как я их называю. Кодл патриаршие. И вот все время. Оказывается. Вот они по всему рыскают. И если кто-то их послушает. Нам хотел приехать. А теперь не поехал. Они ликуют. Я вот такой и говорил. А она теперь отошла от них. Ну куда она отошла-то? Сколько в ней труда было в ложе. Она свидетелей Иеговы была. По разным сектам бродила. Они не понимают. Это лютые враги. Это последыши. Выкормыши. Дворкина. Перестал. От Скуратовского я уставал. Мне приятно было с ним общаться. Если тема общения была только по духовному взращиванию. И наставлению. Но когда он все время хвалил только себя. Они меня обвиняют в этом. У них ничего нету. Хвалил только себя. Вот. Понимаете? А почему он хвалил-то? А така ничего нету. Какой он хороший. А все вокруг плохие. Это про вашу общину. Мне все это надоело. Каждый раз одно и то же. Как будто зомбирует меня. Вдалбливает. Хотел сделать из меня манкурта. Он сам манкурт. И поэтому. Даже одно время просил. Чтобы я за вами шпионил. И все ему передавал. Но мне это не надо. А зачем? Вот подлые какие. Они такие. Все, кто с миссионерскими отделами как-то связаны. Они не в себе. Одержимые. Что-то показать могут. Кого-то заинтересует. Нет. А кому они нужны такие? Отец Сергий Дудин ему сказал. Что не надо так делать. А он все наставил на том. Чтобы я был шпионом у вас в кругах. Я не шпион. И мне решать. С кем мне общаться. И с кем мне дружить. Он и Дудин хотели. Чтобы я порвал с вами все отношения. То есть бояться. Какая гня у меня. Интересно? А я этого не хочу. Вы мне даете больше. Чем дают они. И я многое от вас учусь. И учу других. Я сказал. Что с вами не общаюсь больше. И это было правдой на тот момент. Сейчас я не общаюсь с ними. А общаюсь с вами. Думаю. Как начну общаться с вами в интернете. В скайпе. То это можно. С 10 октября. Когда я вернусь. То опять не дадут мне свободно дышать. Начнут клевать коршуны. Вот выражение. Клевать коршуны. Интересно. Падальщики. Покоя не дают они никому. Это действительно так. И радуются этой победой. Ну как дьяволы какие. Вот выходят. Печаль сатаны. Мария Карелия. Ищут ваших друзей. И начинают с ними знакомиться. И общаться. И уводить от вас. И ваши общины. И поносить вас. Это абсолютная правда. Вот Алексей Куракин говорит. Именно так. Это мне уже не один писал. И притом сеют только злодейство. На лжи. Почему? Часто исповедуются. Часто причащаются. То есть на испаде он не говорит, что это злодейство. В этом не кается. А причащаются в погибель себе. Да неизвестно еще что причащается. От кого. Их миссионерская деятельность сильно настроена против вас и общины. Да это не миссионерская деятельность. Это сатанинская деятельность. Вся их работа стоит на этом. И в своем кругу они говорят на своих занятиях о вашей деятельности и общине. Это действительно так. Тот был Максим лет, наверное, 13. Епископ Дмитриев. Один священник оттуда мне и говорит. Ни одного, говорит, собрания, не бывает священника, чтобы он вами не начал, вами не окончил. А под конец приехал, все по-хорошему расстались, побыл по теряльке. Не думайте о мне плохого. Я не шпион и недоносчик. Иначе бы я все это вам не рассказывал. Мир вам еще раз, Игнатий Тихонович. Вот видите. И сейчас человек этот не нашего круга. И многое лето. Четыре восстесательных. С праздником. Воскресенье. Это вчера воскресенье было. Я вас уважаю и очень люблю. И то, чем вы занимаетесь, одобряю. Всем бы так заниматься, как вы, а не бороться с людьми. Правильно вы говорите. Сами ничего не сделать не могут. Ни деревню построить, ни лагерь сделать. Им бы все только рушить. У них вообще ничего нет. Я не могу зайти на его сайт, не могу посчитать его книгу. У них ничего нет. Совершенно. Вот к нам сейчас прилетели из Москвы. Просили, просили разрешения. Наконец я сказал. Мы очень заняты, но в воскресенье не работают. А можем прилететь? А в пятницу? Уже вечером. Я говорю, да когда прилетите-то? Ну, воскресенье какое? Ну, вот в это, 7 августа 16-го года. Так а тут осталось? Сейчас мы на аэродром сразу. ТВ-24. И вот они сейчас находятся здесь, потеряевки. Снимают и снимают. Ну, к вам кто прилетит, кому вы нужны? Это не наше определение. Выхвалят, я ничего не говорю, просто констатирую факт. От нас сняты 4 государственных фильма. Первый занимает первое место на международном киноконкурсе «Причувствие». Златоус из потеряевки полностью обо мне занимает первое место в России. Документальные фильмы о православии. Ну, кто вас будет снимать? Кому вы нужны-то? Потому что ваша черная, так называемая аура, если она бы была, отталкивает людей. Райхань Джейнакова пишет. Я сегодня стал их настоящей православной христианкой. Слава Христу! Батюшка расстарался и устроил торжественно все. Мне понравилось. Не знаю, откуда инлав тут слово-то, видимо, в любви. Со мной покрестились еще моя младшая дочь 16 лет и двое внуков 8 и 4 лет. Вот она казашка, была у так называемых свидетелей Иеговы. Познакомились. Меня считает своим духовным отцом. Я ей говорю, какая же ты счастливая и дорогая Раиса. Первый раз так ее называю. Она говорила, что так ее назовут. Да благословить тебя ныне и навсегда, Отец Небесный, ищет твоих. Батюшке вашему поклон. Людмила Сбережевская. Окончание тут не высветилось, но я догадался. Мир вам и добро в Иисусе Христе. Мы действительно с братьями рады, что в православной церкви кто-то имеет трезвый разум. Мы молились, чтобы православные начали спасать людей. Слава Иисусу за вас. Таких православных признаем, уважаем, почитаем. Даже когда слышим из ваших уст негатив в сторону церкви Христовой, в которой нет православной иерархии, то есть это не православная, но есть Дух Христа, Господа Иисуса, радуемся, потому что ваши уста несут и проповедь евангельскую. И первый вопрос. Нет спасения без иерархии? Ну, действительно ли так? Ну, я ничего не могу ответить сейчас никак. Второй вопрос. Как Мария, Мать Иисуса, Сына Божьего, может быть одновременно во всех континентах Земли и слышать 4 миллиарда людей, и за них молить Бога? Этот вопрос касается святого Николая, святителей и других. Третий вопрос. Изображения в храме были сделаны по образу, что было показано небе. А кто православным показал и когда было показано? Где вы взяли образец строения нынешних православных храмов? Я не отвечаю просто вопроса. По скайпу потом уже она хочет, чтобы было ответ. Вопрос четвертый. В православной церкви белая магия, оккультизм, мощи, непогребенные останки святых или неизвестных людей. Храм чистый или нечистый? В таком случае. Пятый вопрос. Дары Духа Святого прошли? Другие? Языки ангельские. И зачем они? Шестой вопрос. Люди, которые были крещены в детстве, но в вашем селе не жили и в вашу церковь не ходили, а ходили путем злым и потом уверовали. Перекрестить? Если у вас будет время... Вот оно, видите, тут приходится иногда подправлять, потому что я все это оставляю. Назначьте вы мне. То есть вот оно. Назначьте вы мне. Когда мы должны общаться. А я тем временем буду стараться выйти в настоящее время в скайпе. Пусть придет хотение и действие и воля Бога в этом деле. Я отмечаю. Это сегодня. Можно по скайпу побеседовать потом, но только после 10 октября. 10 октября. Надо показать, когда это. 2016-го. Я не в городе и нет нормальной связи. Тут выходит Сергей Ушаков. Тут же сразу. А почему так поздно? Что случилось? У меня к вам огромная просьба о сотрудничестве и обмену опытом. Хотя... Хотя бы 5 минут. В Одноклассники вы заходите, считаете информацию. Не захожу и не считаю, Сергей. Не хожу. Я вообще никуда не захожу. У вас трудности идут в суду со стороны злоумышленников. Да? Они сейчас на меня подают. Там вроде бы так говорят. То есть там получили отказ от ЛУП. Как дядь Чукарь говорит. Так, ответы даю на задаваемые мне по скайпу вопросы очень краткие. И только в событиях дня на нашем видеоканале с названием «Восцвете Библии открытым оком Игнатий Лапкин». То есть так называется наш видеоканал. Заходите туда и найдете ответ вам. Ответ будет через неделю и дней через 10. Потому что отсюда, из деревни, нет возможности отвечать. Говорить по скайпу. Если заходите в Одноклассники или ВКонтакте, то модераторы перекидывают эти вопросы ко мне на мой форум с названием, это уже форум, не сайт, «Восцвете Библии открытым оком Игнатий Лапкин». Малыш Роман. Я спрашиваю, как дела? Он уехал. Слава Богу, помогает мне рассчитаться с миром. Желаю поскорее выехать. То есть он машину пригнал, а теперь уехал там за остатками. Уже дело за малым. Как дела с прудами? Об остальном понемногу узнаю с видеороликов. Отвечаю. С прудами вожусь как раз. Тут бульдозер. Вот. И отвечаю. Пять роликов с таким вот названием сейчас у меня выставляется. Номер пятый. ТВ-24 из Москвы. Побудили прилететь к нам действия Роспотребнадзора. То есть они там видели это дело, просились, просились. Я разрешил им. И они уже вчера здесь прилетели. Во втором часу дня. Тут она пишет, душа. Есть такое, Россия-24, новостной канал. Сидим втроем, пьем чай. Ну, правильно, пьем просто чай, без всякого сладкого. Наслаждаемся. Я и двое братьев. Молчим. Тут один из братьев говорит. Кстати, а как там Лапкин? А что Лапкин? Вот ТВ к нему приезжала? Брат. Нет, я не о том. Что у него с судом? Другой брат. Так что ему Лапкину-то? Он как дедушка Ленин. Брат. В смысле? Ну как? Ну, живее всех живых. Молчим дальше. Другой брат поднимает чашечку с вкусным и только что подлитым чаем и произносит в стиле Шурика из Кавказской пленницы. Так, выпьем же за то, чтобы Лапкин никогда не занял место в Мавзолее. Отвечает. Отвечает. Аминь. Сидим, молчим дальше. Хорошо. И говорить-то не хочется. Вот как. Я отвечаю. Так, ТВ-24 тут и не уехали. Все снимают. Да мне навешивают микрофончики из-под рубахи. Ответ. Дай бог, чтобы объективно все оценили потом. Сколько они времени уже работают-то? Интересно, вот, когда говорил это дело, в интернете было вдруг, интернет прерывается, ничего нету. Ничего. Вот сейчас захожу в интернет. И что тут? Не удается получить доступ к скайпу. Нету. Вот на форум захожу, то же самое. На канал. Одна и та же табличка. Почему? Что случилось? Вот даже пытаюсь сейчас. Здесь прервалось. Прервалось и все, и нету. Ну, вот как тут узнать, что тут есть? Нету. Нету связи. И поэтому ничего дальше не могу сказать. Вот много они вчера тут записывали. Это я на ежедневные ответы даю. Ничего не могу показать, что на форуме, что на сайте. Вот, допустим, я желаю показать наш сайт. Включаю. Все. Ничего нету. А раз ничего нет, значит ничего и нет. Спасибо. 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 Спасибо.